Добрый день! Иманул Элизаров снова с вами! Так рад вас видеть! Парашат Кедошим, или святые. Всевышний говорит, будьте святы, потому что я свят, то есть потому что Всевышний свят. И Рамбам это объясняет, льёт, то есть это связано с едой, что мы кушаем и что мы пьём каждый день. Ведь мы можем каждый день кушать много мяса, пить много вина, ведь это же кошерное. Но Рамбам говорит, в этом святость, то что тебе разрешается делать это со святостью. Интересная история, как молодой человек, он был очень богат, но очень жадный. И однажды, когда его сосед, он был голоден, он даёт ему со своего холодильника рыбу, которая не очень-то хорошо пахнула. То есть старая уже рыба, которую невозможно кушать. И он говорит, что мне попросить её в мусорку? Давай лучше я дам человеку, который её съест. И на самом деле его сосед был настолько голод, что он был вынужден съесть эту рыбу. Когда он съел эту рыбу, ему очень стало плохо, и он попал в больницу. И тогда человек, который дал ему рыбу, говорит своей супруге, я должен срочно сделать митцву. Какую митцву? Ну, проведать больного человека. И он идёт в больницу для того, чтобы проведать своего соседа. И через несколько дней этот сосед умирает. И, конечно же, он идёт обратно-таки на нехумнови авелим. Когда человек умирает, это митцва. Приходись для того, чтобы поддержать близких людей человека, который ушёл из этого мира. И он своей супругой говорит, смотри, одной рыбой я сделал столько митцву. Во-первых, я в класса Турхим дал человеку покушать. Во-вторых, пошёл, проведал его в больнице. И в-третьих, я пошёл сделать нехума велиим. То есть, пошёл успокоить людей, у которых умил близкий человек. И он говорит, благодаря всего лишь одной рыбе. Столько какой-то вонючей рыбе. Столько митцву. Тут приходит такой закон, который, да, в принципе, давать рыбу не проблема. В принципе идти, навещать больному не проблема. Но проблема, что этот человек криминал. Что он довёл этого человека до смерти. И в этом является Порошат Кедушим. Будьте святы. То есть, да, можно кушать много кошерного. Да, можно пить много ликёра или вина. Но Кедушим, делайте это в святости. Не делайте это... То есть, не делайте то, что Всевышний разрешил нам делать против Всевышнего. Кедушим и Юки, Кадоша, не Всевышний. Будьте святы, потому что я свят. Не забывайте, что мы... Да, закон нам многие вещи разрешает. Но не забывайте, что мы являемся тоже частью Всевышнего. И я слышал очень прекрасный, прекрасный Дараша, что Всевышний прибавляет свою святость благодаря тому, что мы прибавляем свою святость. То есть, мы даём Всевышнему святость благодаря тому, что мы держим себя в святости. Anyway, это нелегко, но it's worthwhile. Thank you very much. Shabbat shalom un warah.